Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком» тема «Война. Вопрос 2060». В настоящее время законом предусмотрено освобождение священнослужителей от срочной службы. Была ли ранее в первые века возникновение монашества подобной льготам инокам? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Льготы были и очень существенные. Обед монашеский был придуман и очень хорошо продуман. Это как клятва, присяга, но на верность Богу, царю воинств. И теперь умри, а назад в ходу нет. И этим начали сильно злобо употреблять рабы, приходили с обманом, говорили, что они свободные люди, и их постригали. А потом оказывалось, что это собственность князя или пилата. 2 Фессалоникийцам 3 глава 6-7 стих 11 Завещаем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Бесчинство против установленного чина законов государства и против канонов церковных. Неприятности было до произлиха. И тогда святые отцы на соборах вынесли правила, по которым должны были все определять. Можно ли принимать монашество вот этого конкретного человека. Но для тех, кто стремился увеличить количество своих земных чернорисцев, воинов, монастырских, все эти каноны были как бы не бывшие. Они запросто ими пренебрегали. Хотя кара за нарушение этих законов, канонов, должна была их немедленно загнать в угол пещеры. Но у монахов была всеобщая их установка. Все, что не по их чернорисному уму, будь то писания или каноны, им это без надобности. Они с легкостью нарушали любые самые строгие каноны и объявляли, что против них идет дьявол, а они борются с сатаной. Выходит, сатана был за каноны, а они... Четвертый Вселенский собор. Правило четвертое. Да не приемлется также в монастырях, в монашество, никакой раб, без воли господина его. Приступающему же сие наше определение, определили мы быть чуждым общения церковного. Да не хулиться имя Божие. Двукратный собор. Правило пятое. Тогда ради святые собор определил. Никого не сподоблять монашеского образа, прежде нежели трехлетнее время, предоставленное им для испытания, явит их способными и достойными такого житья. И сие повелел собор всемирно хранить. Разве когда приключившуюся некая чашская болезнь и понудить сократить время испытания? Или разве кто будет муж благоговейный и в мирском одеянии, провождающий жизнь монашескую? Ибо для такого мужа к совершенному испытанию достаточен и шестимесячный срок. А еще же кто поступит вопреки сему, то игумену по лишению игуменства состояние подчиненности да послужит наказанием за отступление от порядка. Поступивший же в монашество да предастся в другой монастырь, в котором строго соблюдает устав монашеский. Василий Великий, Сороковое. Ибо условия, находящиеся в полном власти других, не имеют ничего твердого. Ефрем Печерский, 28 января. После блаженного Варлаама, боярского сына, блаженный Ефрем Евнух, человек знатного рода и благородного происхождения, весьма любимый князем Изославом и заведовавший у него всем его хозяйством, пришел из Дняжевского дома к преподобному отцу нашему Антонию. И просил его, вместо служения князю, приобщить его к слугам Царя Небесного и возложить на него святой ангельский образ иноческого чина. Преподобный Антоний, преподав ему наставление о спасении души, поручил блаженному Никону постричь его. Согласно этому повелению, Никон постричь блаженного Ефремя и облег винуческую одежду. Но ненавидящий добров враг, дьявол, навлек великую скорбь на преподобных за пострижение всего блаженного Ефрема, равно как и за пострижение блаженного Варлаама, о чем записан в житиях преподобных Антония и Никона. В самом деле, князь тьмы, видя, что он побеждается тем священным сонмом, который собирался в темной пещере, и, поняв, что с этого времени место сие будет прославляться, скорбил о своей гибели и начал своими враждебными кознями разжигать сердце князя из-за слава против преподобных, побуждая его разогнать священный сон. Однако он не мог этого достигнуть и сам был прогнан молитвами преподобных. Он впал в яму, в которую и готовил. Правда, и пострижший блаженного Ефремя, преподобный Никон был приведен к князю и резко облечен. И сам начальник братьев преподобный Антоний с братью вследствие гнева князя был изнан из пещеры. Но затем, скоро, по ходатайству княгини перед князем из-за слава, а лучше сказать, по молитвам Царицы Небесной Пресвятой Богородицы перед Царем Славы Христом Богом, иноки возвратились в пещеру свою, как храбрые воины с поля брани, победив своего супостата дьявола. После этого они всегда оставались в пещере, прославляя и благословляя Бога. Ковишки закрылись. Дмитрий Ростовский, 21 сентября. Кавычки открыты. Испросив благословение своих родителей, он на 18-м году своей жизни поселился в Кирилловском монастыре. Всеми силами он старался подражать в добродетелях преподобным Антонию и Феодосию, и прочим пещерским подвижникам. В церковь приходил первым и уходил из нее последним. В храме стоял со страхом благоговейность, внимая словам Священного Писания. Здесь ему был представлен святой Дмитрий для посвящения веры монаха, которое было совершено 23 мая, в день сошествия Святого Духа. Святому Дмитрию в это время было только 24 года, но он уже был искусным в деле проповедования Слова Божия. Кавычки закрыты. Симеон Столпник, 1 сентября. Кавычки открыты. Будучи свободен от дела, блаженный отрок в воскресный день пошел с отцом и матерью в церковь. Внимательно слушал Симеон, что в церкви пели и читали, и услыхал и услыхал Святой Евангелие, в коем назывались блаженные нищие, плачущие, кроткие и чистые сердцем. Он спросил стоявшего рядом с ним честного старца, что означают эти слова. Наставленный Духом Божиим, старец стал объяснять Симеону и долго поучал его, указывая ему, путь нищете духовной, чистоте, любви Божией и к добродетельной жизни. Добрые семена поучения из старца пали на добрую почву, ибо тотчас же в душе Симеона зародилось усердное стремление к Богу и возросло твердое желание идти тесным путем, ведущим к нему. Он положил в уме своем, немедленно бросить все и стремиться только к тому, чего восхотел. Поклонившись честному старцу и благодарствуя за полезное научение, Симеон сказал ему, «Ты для меня стал теперь отцом и матерью, учителем на благие дела и вождем к моему спасению». Тотчас после всего Симеон вышел из церкви и, не заходя домой, уединился вместе, удобным для молитвы. Здесь он распостерся на земле крестообразно и с плачем молил Господу указать ему путь к спасению. Долго лежал он так и молился. Наконец уснул и во сне узрел такое видение. Снилось ему, что копает он ров для какого-то здания. И вот слышал он голос, говорящий, «Копай глубже». Стал он копать глубже. Потом, думая, что уже довольно, остановился, но опять услышал голос повелевающий, «Копать еще глубже». Снова стал он копать, и когда опять приостановился, в третий раз тот же голос побуждал его к тому же труду. Наконец он услыхал, «Перестань! Теперь, если хочешь строить здание, созидай, но трудись усердно, ибо без труда ни в чем не успеешь». После всего видения Симеон встал и пошел в один из монастырей, находившихся в родной его стране. Провидев в нем Божие призвание, Игумен взял его за руку и ввел в монастырь, говоря, «Братьи, научите его житью иноческому и монастырским правилам и уставам». В короткое время он выучил наизусть всю псалтырь. Будучи еще только 18 лет, от рождения он был уже пострижен в иночество, и вскоре строгостью своей жития превзошел всех иноков этого монастыря. Так одни из братьев вкушали пищу только раз в день, вечером иные. На третий день он же не вкусал пищи целую неделю. Кавычки закрыты. Феодосия, 29 мая, кавычки открыты. По истечению 40 дней после рождения мать взяла свою дочь на руки и понесла ее в храм святой Анастасии, с радостными слезами воздавая благодарение Богу и святой мученице, обещая посвятить свою дочь в чин иноческий. Дабы она была сопричислена к лику действенниц и невест Христовых, следует заметить, что при том храме был и монастырь для девиц, посвятившийся на служение Богу. Когда Феодосия исполнила семь лет со времени рождения, отец ее умер. Тогда мать, взяв от раковицу, повела ее в монастырь святой Анастасии и отдала ее для пострижения во святой чин ангельский. Спустя три года умерла и мать, Феодосия, оставив свое имение своей дочери Инокине. Призвав к себе золотых гелмастера, она дала ему достаточное количество золота и серебра для скования трех икон Христа Спасителя, Пресвятой Богородицы и Святой Мученицы Анастасии. Иконы эти имели величину в три локтя. Кавычки закрылись. Конан, 6 марта. Сам блаженный Конан проводил все дни и ночи в молитвах, когда исполнилось сыну семь лет. Конан раздал все, что имел, нищим, и, взяв отроку, ушел в монастырь, где и проводил иноческую жизнь. Кавычки закрыты. Никон Печерский. 23 марта. Кавычки открыты. Когда приходили к Антонию лица, желающие принять равноангельский образ, он сам поучал их добродетелям, а преподобному Никону он повелевал постригать их. В деяниях этих двух подвижников можно было усматривать некоторый вид подобия Моисея и Аарона, ибо преподобный Антоний принес закон со Святой Афонской горы, как Моисей Синайский. Преподобный же Никон действовал по велению Антония, как Аарон, почтенный саном священства. Возрадовался духом и тогда, когда постриг именитого боярина, блаженного Варлаама, а также заведующего всем хозяйством у князя и любимца его, блаженного Ефрема Евнуха. Но за этих постриженников он потерпел немалую скорбь, ибо, узнав об их пострижении, князь Изослав сильно разгневался на преподобных и повелел одно из них, именно совершившего пострижение, тотчас привести к себе. Слуги тотчас же отправились и привели к нему блаженного Никона. Посмотрев с гневом на святого, князь спросил, «Ты ли постриг боярина и Евнуха без моего повеления?» Преподобный Никон ответил с мужеством, «Я постриг их благодати Божией по повелению небесного царя Иисуса Христа, призвавшего их на таковой подвиг». Князь разгневался еще более и сказал, «Или убеди их возвратиться в дом свой, или я пошлю тебя, Иисусчик, с тобой в заточение, а пещеру вашу велю раскопать». Блаженный Никон отвечал, «Владыка, делай все, что тебе угодно. Мне же не подобает отвращать воинов от небесного царя». После этого святой Антоний и бывшие с ним вышли из пещеры, намереваясь по причине княжеского гнева и укоризма блаженного Никона отправиться в другую область». Кавычки закрыты. Симеон Юродивый, 21 июля. Кавычки открыты. «С таковыми и подобными этим наставлениями обратился к ней преподобный игумен и, видя обильные слезы, текущие сглазки, сказал Симеону, «Не жалей, не плачь о седина госпожи твоей матери, ибо за твои труды Бог лучше ее утешит, нежели сам ты, находясь при ней. Если бы даже ты неотступно был при ней и то не знал бы, наверное, ты бы ее раньше похоронил или она у тебя. И умер бы ты без угождения Богу, не имея ничего, что могло бы избавить ее от будущих зол после смерти. Ибо ни материнские слезы, ни отцовская любовь, ни богатство и слава, ни брачный союз, ни любовь к детям не могут умолить страшного судью, а только добродетельная жизнь, подвиги и труды, подъяты ради Бога. Потом, обратившись к Иоанну, сказал, «И тебе, о чадо, да не влагает враг таковых мыслей, чтобы ты стал рассуждать в уме своем, кто без меня поддержит престарелого отца и прокормит, кто учешет родания супруги мои. В самом деле, если бы вы предоставили их одному Богу, а сами пошли работать другому, то вы по справедливости сокрушались бы о них. А так как единый есть Бог, которому вы поручили родителей своих, и из любви, которому оставили их, то должны знать, что Он сам промыслит о них. А так как единый есть Бог, которому вы поручили родителей своих, и из любви, которому оставили их, то должны знать, что Он сам промыслит о них». Кавычки закрыты. Пимен, многоболящий, видимо. 8 августа. Кавычки открыты. Неоднократно просил Он своих родителей, чтобы они позволили ему удалиться в монастырь для пострижения в иноческий образ. Но из сильной любви к нему они не соглашались на эти просьбы, желая иметь его наследником по своей смерти. Поэтому, когда отец и мать сидели около него, не допуская пострижения, блаженный Пимен сильно опечалился и молился Богу, чтобы он исполнил его желания, какими ведает путями. И вот в одну ночь, когда родители его и рабы были погружены в глубокий сон, вошли к нему святые ангелы, одни в образе прекрасной юноши, другие – игумены и братья. Они несли в руках святой Евангелия свечи, влосяницу, мантию, куколь и все остальное нужное при пострижении. Тогда для всех стало очевидно, что пострижение по повелению Божию совершили святые ангелы. Долго рассуждали игумены и братья вменять ли чудесное пострижение, как обычное, совершенное по уставу, и пришли к мысли не повторять над блаженной Пименом пострижение, так как имелись ясные доказательства действительности, совершенного над ним. Случилось как-то, что один больной, страдавший таким же недугом, как и преподобный Пимен, принесен был в Печерский монастырь и подстрижен. Иноки, на которых лежала обязанность служить больным, внесли его к блаженному Пимену, чтобы служить обоим вместе, и равномерно, но небрежно относясь к своим обязанностям, они часто забывали о них, так что больные по временам изнемогали от жажды. Кавычки закрыты. Чужая жизнь людей не интересует, романы, радио, а нынче телевизор, воображение, где хочешь, дорисует, последствия измены и каприза. А нужно ли мне это было знать, сгодится ли в моей судьбе корявой, там любят, милуют и походя казнят, не отличая левой стороны от правой. Чужие судьбы, но при чем здесь я? Они мне опыт свой не передали, из той эпохи не моя стезя, так много выдумки сомнительных преданий. Зачем Титаник мне Ермак и Евод и вечный зов, а вечно там не звука? Экран надменностью и пошлостью плюет, там океан безделья, море скуки. Идут кровавые безумные сражения и тысячи смертей так, между прочим. Моя душа, мой ум везде мишенью, расклить жестокостью, убить и искурочить. Критический разбор того, что видел, что прочитал, услышал и запомнил, как поступил бы я в такой обиде, не стал бы ли участником невольным. Там с ними именно тогда, но знание и опыт, мой, что ныне, не отступилась бы тогдашняя беда, мгновение весны и красная калина. Иное дело фильмы по писанию, попытки донести библейские сюжеты, окно в природу смотрится часами, не путешествуя пройтись по белу свету. «Явился маньяк апостол Павел, маньякам апостол Павел и рядом с грозным Иоанном Златоуст, а значит всем себя противопоставить, противопоставить библейской солью, изменяя вкус. Игла 17.8.03. его».